Тамбовская область До руководителя отдела криминалистики регионального следственного управления Следственного комитета России Впервые с профессией я столкнулся в 1968 году Служа в армии, был выбран общественным обвинителем по уголовному делу О дезертирстве и убийстве нескольких лиц, совершенных солдатом нашей части Молодой человек после совершения убийства скрылся с оружием Его задержали и осудили на 15 лет Вот тогда Виктор Владимирович и получил первое представление о работе прокурора После службы в армии поступил в Саратовский юридический институт имени Дмитрия Ивановича Курского А после его окончания начал трудовую деятельность в прокуратуре своего родного города Котовска Тамбовской области В боевое крещение началось с ража В день прихода на работу Массовая драка в городе Котовске между двумя группировками подростков С применением огнестельного оружия и самодельных взрывчатых веществ На следующий день убийство двух лиц Тут же групповое изнасилование Пожар на складе суховальцованной пасты завода Пластмасс Через неделю у молодого следователя оказалось в производстве 15 уголовных дел До конца года были все закончены, направлены в суд Тогда уголовные дела стремились заканчивать в два месяца После пяти лет работы, подающего большие надежды следователя Перевели из городской прокуратуры в областную на должность старшего следователя Сажнего не раз включали в состав следственной бригады Генеральной прокуратуры По раскрытию резонансных для всей страны преступлений В конце 70-х годов он принимал участие в расследовании уголовного дела О хищении в особо крупном размере на Назрановском райпромкомбинате Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики Где был организован выпуск неучтенной продукции женских светерков «Лапша» Я расследовал эпизод, связанный с реализацией неучтенной продукции Через Мичуинский ОРС Это уголовное дело было связано с предпринимательством Активные деловые люди создали два собственных проект-комбината Которые были официальными Но выпускали неучтенные продукции на миллионы рублей Все были осуждены В 93-й прим В те времена хищение на более чем полтора миллиона рублей Если посмотреть в ценах нашего времени Это на десятки миллиардов С июля 1984 года старший следователь прокуратуры области Виктор Владимирович Сажнев Назначил на должность прокурора-криминалиста Затем старшего прокурора-криминалиста А потом возглавил отдел криминалистики Этот отдел Сажнев бессменно возглавлял и после произошедшего в 2007 году Реформирование предварительного следствия до декабря 2012 года В это время Виктору Владимировичу исполнилось 65 лет И он ушел на заслуженный отдых За годы службы на его счету организация и участие в раскрытии и расследовании громких уголовных дел Как на Тамбовской земле, так и за ее пределами Так Сажнев руководил раскрытием дерзкого убийства Известного в 90-х годах прошлого века на Тамбовщине предпринимателя И депутата областной думы Леонида Новопавловского Произошло все в апреле 1998 года в его же ночном клубе «Камелот» в центре Тамбова Пусть не сразу, а спустя более чем 10 лет Громкое преступление удалось раскрыть А раскрыть его помогла одна единственная чудом сохранившаяся гильза С места пристрела оружия Была получена информация, что к совершению этого преступления Причастен один из жителей города Тамбова Последний рассказал, что он лично не убивал Но участвовал в пристрелке оружия, из которого был убит Новопавловский И охранник Архипов Спустя где-то 11 лет криминалисты выехали на место Где, по словам, стеревилось оружие И в результате поиска были обнаружены гильзы Место было показано примерно Железнодорожный путь, там один тер был Есть таблицы, куда выскакивает гильза и как выскакивает Вот он, круг очертили 1 сентября 2010 года криминалисты на большой территории вдоль железнодорожного полотна Густо поросшего травой и заваленного мусором С металлодетекторами практически вручную Ползая на коленях по земле Нашли несколько гильз, наполовину вросших в землю Проведенной криминалистической экспертизой Было доказано, что гильзы, обнаруженные на месте совершения преступлений В ресторане Камелот и гильзы, обнаруженные на месте пристелки оружия Были выпущены из одного пистолета И Волгу с той стен легче искать, чем искать гильз спустя несколько лет 25 марта 2011 года приговором Тамбовского областного суда Сотрудничавший со следствием пособник в совершении убийства депутата Новопавловского Осужден к 9 годам лишения свободы И это лишь несколько эпизодов и 40-летней профессиональной деятельности ветерана следствия Виктора Владимировича Сажнева 39 лет, 8 месяцев и 5 дней Это официально подсчитано В общем-то, наверное, это была моя работа Поэтому нисколько не жалею И даже сейчас Иногда ночью снятся следственные дела Сейчас следователи и криминалисты располагают современным оборудованием О котором раньше можно было только мечтать Но Виктор Владимирович считает, что техника, несомненно, облегчает труд Но главным залогом успеха остается другое Следователи – это достаточно оплативая работа Трудоемкая работа Вы готовы к тому, что тебя в любой час дня и ночи могут поднять И ты не задумываясь Должен ехать И едут Ну тут самое главное – быть неравнодушным К чужой боль, к чужой беде И любить свою работу Ты неравнодушен То я считаю, что в профессии можно работать Поэтому Сажнев учит и свою внучку Которая решила пойти по стопам деда Ну а старшая внучка учится в кадетском корпусе Следственного комитета имени Александра Невского Будь то она следователем, кто ее знает Но во всяком случае с дедом уже спорит И посмотрим место происшествия И по другим позициям Несмотря на то, что Виктор Владимирович уже 6,5 лет Находится на заслуженном отдыхе Он и сейчас с полной самодачей Передает свой богатый профессиональный И жизненный опыт молодому поколению следователей Десятилетие его безупречной службы Активное участие в деятельности Следственного управления В качестве председателя Совета Региональной общественной организации Союз ветеранов следствия Тамбовской области Достойный пример верности избранному пути И преданности служебному долгу Продолжение следует...